приветствую всех на канале взломостойки дверей и сейфов компании монолит мы находимся на нашем производстве и сегодня речь пойдет о такой можно сказать о которой на самом деле заказчики меньше всего задумывается незначительной детали двери дверного блока это о ее раме видение заказчика это как правило если она имеет два контур-уплотнения то это уже получается рама веб-класса а если на ней три контур-уплотнения то это вообще то есть самое технологичное самое наверное надежное изделие которое может себе представить больше никаких требований к раме как правило заказчики не предъявляют а на самом деле этих требований достаточно много и я сегодня мы о них поговорим так в чем же как бы заключаются параметры рамы о которых заказчик как правило не задумывается вот как вы видите рама то есть в этой в данной раме нет второго притвора но при этом дверь имеет очень хорошую звукоизоляцию герметичность за счет чего это сделано сделано это за счет того что количество контура уплотнения она не дает герметичность там каких-то авто во второй третьей либо пятой степени она либо дает герметичность либо не дает поэтому не давать герметичность то есть может один контур а второй его может там компенсировать второй контур если недостаточно герметичен первый второй контур то его то может третий к примеру контур-уплотнения дополнять то есть один контур-уплотнения это может обеспечить стопроцентную герметичность поэтому звук не будет проникать щели а вся остальная конструкция двери ну и конструкция рамы на самом деле будет обеспечивать все остальное что необходимо для идеальной герметичности и звукоизоляции рама двери но на самом деле если все как бы опустить там всю лирику о том что она имеет порог там с нержавейки и и это как бы превозносят как вообще самое важное что может быть в дверной раме о том что она имеет три контура уплотнения а там что о том что она выполнена из холоднокатанного легированного металла там то есть вот эти все как бы параметры не на самом деле никак не отражаются ну на раму если у вас верну верное полотно весит там более 150 килограмм то есть как в нашем случае это ну гораздо больше чем 150 килограмм и это дверное полотно должно ходить то есть свой вес тягать на протяжении 15 лет то как это обеспечить понятно можно было бы поставить 3 петли или 4 петли и при этом приварить их там на полутора миллиметровый металл то каждая петля то есть но в процессе каждого открывания то есть две петли почему мы используем две петли потому что две петли это идеальный механизм точки зрения он никогда себя не сама разрушает когда мы поставим третью петлю и при этом дверная коробка она в любом случае будет иметь как я уже говорил про наших предыдущих видео температурное расширение то есть когда она будет слегка то есть расширяться сужаться то есть когда будут происходить температурные расширение относительно температуры воздуха в как помещении так и на улице то есть стена будет немножко искривлять дверную коробку это немножко то есть на самом деле там буквально будет миллиметр но этот миллиметр то есть этот миллиметр будет выбивать третью петлю из оси в одну в другую сторону и и всегда то есть конструкция себя сама будет разрушать то есть это будет понятно компенсировано вот этим огромным как бы расстояние между петлями тем тем что металл это не это не его нельзя назвать это не алмаз он все равно имеет то есть какую-то деформацию но при этом всегда сама петля будет третья петля третья и более четвертая они сюда себя будут расшатывать и разрушать поэтому мы используем только две петли только огромного формата на огромных подшипников которые выдерживают каждую подшипник рассчитан более чем на тонну сто один подшипник здесь у нас установлены две такие петли а вот теперь следующее по цепочке идет это то к чему эти петли приварены если приварить к листу к внешнему двойке и капурами профильной трубе 18 то есть полотно которое за 15 лет попадет какая-то примеру либо тряпка ли еще что-то попытаются закрыть и вот этот метальчик 18 то есть он вытянется и выгнется петля опять-таки потеряет свое геометрическое расположение и вот эта ось сместится поэтому следующий параметр у рамы это толщина стенки рамы толщина стенки рамы в нашем случае это минимум 5 миллиметров толщина материала которому приваривается на полотне петля это минимум 6 миллиметров это самая наша базовой модели то есть эти эти огромные петля которых я упомянул в которых установлен в мощнейшие подшипники они приварены к металлу которые уже человеческими усилиями и весом полотна его уже нельзя будет деформировать вот мы типа прошли дальше по цепочке рама это вот промежуточный механизм между полотном и стеной и проемом то есть она она ну как бы на нее скажем так ну не основные и функции то есть того что она покрашена там итальянская краска или там на ней установлена какая-то там не ржавейка то есть ноädра мы это в первую очередь деталь дверного полотна которая сопрягает верну и полотно и верну и void ли дверным проемом то есть условно мы не можем верну и приду полотно прибить к дверного проема то есть это нужно сделать через раму так вот мы идем дальше то есть мы разобрались том что дверное полотно и дверная коробка они намерто сварены то То есть на невызывающих сомнения петлях. В них установлены невызывающие сомнения подшипники. Они приварены к невызывающим сомнения материалам, то есть металлам большой толщины. И теперь как бы на этом можно было бы остановиться и забить, скажем так, по три анкера в сторону, в стену. И как бы сдать дверь заказчику. Теперь мы вот это по цепочке следующей это идет. Это идеально невызывающее сомнение сопряжение дверной коробки с дверным проемом. То есть со стеной. В зависимости от стены, то есть это сопряжение может как бы изменяться. Допустим, в данном случае эта дверная коробка. Она рассчитана на очень слабый дверной проем. Это либо газоблок, либо пеноблок. То есть это вот эти современные материалы, которые, материалы стены, которые, ну, если сюда вот просто мы бы привезли такую коробку, в ней были отверстия. Мы бы забурили туда анкера, закрутили, задули пеной, то весь крепеж был сведен только к пене. То есть вот эти анкера, они на самом деле абсолютно бы ничего не несли, они бы расшатались. И то есть, ну, через полгода, да какой там полгода, это максимум через полгода, эта коробка бы относительно полотна и относительно проема потеряла бы свою геометрию. И это бы уже не совпадали замки, то есть уже бы не закрывалось полотно и так далее, и так далее. То есть нарушена была герметичность, соответственно, звукоизоляция и так дальше. Поэтому следующий в цепочке, это идет крепление, не вызывающее сомнений сопряжение дверной коробки с проемом, со стеной. В слабых проемах это производится при помощи дверной коробки контррамы, то есть с обратной стороны устанавливается рама из уголка, которая обтягивает с обратной стороны вот этот наш пеноблок. И в процессе монтажа эти две коробки, они свариваются. И второй пункт, ну вообще для любой коробки, это большое количество точек крепления. То есть чтобы распределить нагрузку, то есть не просто там сделать два уха, как было раньше, но на самом деле раньше это просто забивалось кусок арматуры, там приваривалось с торца коробки, то есть это считалось самое лучшее крепление. А скажем так, когда уже пошли там какие-то монтажные уши, то есть когда-то пошли вот такие моменты, то тогда уже, только тогда уже начали применять допустим там по два уха на сторону, ну вот эти монтажные уши я имею ввиду. Что такое два уха на сторону? Это ну для такой как бы, вот под той цепочки, к которой мы и шли, то есть эти два уха были бы самым слабым звеном в этой всей цепочке. Поэтому в нашем случае, то есть минимум идет по пять монтажных ушей на каждую сторону, как замковой, так и с петлевой стороны, плюс два вверху, которые крепятся, как правило, в бетонную перемычку. Бетонная перемычка, которая всегда в каждом проеме, 90% проемов всегда есть бетонная перемычка, какой бы ни были стены, там полы, то есть и все такое, то есть бетонная перемычка, это всегда, то есть, ну она имеется. Поэтому 12 монтажных ушей, в них забиваются костыли, на сварку крепятся и при этом, если слабая стена, то с обратной стороны еще обтягивается проем. Поэтому вот такая вот, скажем так, простая получается конструкция как рама, то есть на самом деле несет в себе столько, скажем так, нюансов. И вот уже закончив это все, то есть я хотел бы сказать, что еще один важный параметр рамы, который, ну, это, ну, понятно, я не беру в учет внешний вид, внешний вид это безусловно. Это ее антикоррозийность, чтобы она в процессе эксплуатации не поржавела, там, не потеряла, то есть, ну, от нее там не отслоились куски, там, не погрызли ржавчины. Поэтому она обязательным образом грунтуется глубоко проникающей грунтом и после чего красится молотковой краской. То есть, вот эти два, то есть, лакокрасочных покрытия в сумме обеспечивают идеальный, то есть, как внешний вид, кроме этого, ремонтопригодность рамы. Если там вдруг она поцарапается, это можно аккуратненько потереть, подкрасить, чего нельзя сделать с порошковой покраской. И в то же время даже порог, то есть, то, что порог там считается там с нержавейки, в наших случаях мы редко используем порог из нержавейки, хотя он может быть использован как дополнительная опция. Но с учетом того, что глубокая грунтовка произведена всего металла, обезжиренной проведена грунтовка и покрыта правильной краской, то в таком случае, то есть, порог не теряет свой внешний вид. Ну, еще все-таки несколько слов я скажу о важной, скажем так, элементе защиты рамы. То есть, это, если мы поговорили о том, чтобы она имела долгий срок службы, там, хорошую герметизацию, звукоизоляцию. При той металлоемкости, о которой я упомянул, для того, чтобы просто вот этот дверной блок стоял 15 лет и с ним ничего не произошло, при всей этой металлоемкости, при том количестве креплений, при том количестве сварочных соединений, проваров, то вот эта металлоконструкция, она автоматически, то есть, она, что самое как бы не парадоксально, она уже автоматически получает очень хорошие защитные свойства, для того, чтобы ее разрушить нельзя было механически. Получается, теперь защита ригелей, то есть, у нас такой важный элемент, как защита ригелей. С торцевой части рамы, с ее обратной стороны, у нас идет общая защита ригелей, которая распределяет нагрузку на три монтажных уха, образуя короб, то есть, в районе замков, для того, чтобы нельзя было, максимально сложно это было, раздвинуть в районе замков, и при этом распределяет нагрузку минимум на три монтажных уха. Это именно непосредственно в этом месте. И, естественно, очень большая толщина, скажем так, входа, места, где входят эти ригеля. Поэтому вот так кратко, ну, может, не совсем кратко, о дверной коробке я рассказал. Поэтому, если вам какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам интересно, заинтересовала наша продукция, то, чем мы занимаемся, смотрите у нас на сайте, смотрите на нашем YouTube-канале, подписывайтесь, если хотите получать актуальные новости. Смотрите наши группы в Facebook, в Instagram, приезжайте к нам на производство, это находится в Киеве Вискозной 3Б. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания.